В мире полно всяких MMORPG, хороших и не очень, разных и почти клонов, так что если вы новичок или, скажем, уставший ветеран World of Warcraft, так сразу и не поймешь, куда податься и где монстры жирнее, ибо альтернатив море, а времени на все нет. И тут вам постараемся помочь мы и рассказать, куда лучше направить свой виртуальный путь. Сегодня я вам поведаю об игре Кара Сначала, она доступна на русском языке и с распростертыми объятиями ждет новых приключенцев. Итак, добро пожаловать на континент Бракеон, что расположен на планете Азмара. Тут, как и полагается, неспокойно идет война и вообще обстановка крайне благоприятна для поисков приключений на свою голову. Главный злодей Малекс Всемогущий мертв, но с радостью восстанет, чтобы сеять хаос и разрушение, однако федерация ему всячески мешает и вам тоже предстоит. Само собой, просто так взять и восстать Малекс не может. Для возвращения ему необходима флетта, особая магическая сила, пронизывающая мир Кароса. Она — наследие древней цивилизации Кафернелли и присутствует в различных формах, как осколки флетта цветов в виде концентрата и кристаллов, да и просто незримо, но вечно. И зло, гонимая страхом, что флетта цветов может не хватить для воскрешения темного повелителя, решает добывать флетту из живых существ. В общем, зло очень злое, и вам придется с ним побороться. Но прежде чем кидаться в бой, необходимо выбрать себе аватара. В игре представлены четыре расы, так что наверняка вы сможете создать себе персонажа по вкусу. Есть люди, просто люди, тени, голубокожие и угрюмые ребята, сироины, грациозные и изящные почитательницы мира и спокойствия, а также ванисийцы, могучие коренастые торгаши, в которых знатоки фэнтезийных дел легко признают гному. Далее выбор класса, и тут надо быть аккуратнее, ибо классы привязаны к расам. Из людей получаются мечники и паладины, из теней бродяги и чародейки, из сироин лучницы и ведуньи, а из ванисийцев канониры. В целом классы стандартные и названия говорят сами за себя. На первом уровне вам доступны две возможные ветви развития, а по достижении 55-го еще две в зависимости от выбранной ранее специализации. Я, само собой, остановил свой выбор на сексуальной полуболой женщине. Да, и начал свои эпические приключения. На первых порах вас ждет ПВЕ, о котором ничего особенного не скажешь. Впрочем, не только хорошего, но и плохого. Есть море квестов основных и не очень, есть монстры, за которых дают награду. Далее алгоритм простой. Задания тут имеются общие, которые ведут вас по миру. Следуя им, попадаешь в нужную локацию не как получится, а когда подрастешь и созреешь. Есть прочие, те, что направлены на помощь в прокачке или на удовлетворение материальных потребностей. В этом плане особо пригодятся квестовые цепочки, приводящие к ценной награде. Остальные, которые повторяющиеся и ежедневные, это обычный не очень веселый гринд. Кроме того, есть и подземелья, куда же без них. Делятся они на простые и сложные. В-первых, тусуются все вместе и кому не лень, туда пускают без особых условий. Тесно бывает редко, да и бедные монстры респаунятся достаточно быстро. А вот вторые, инстансные, туда вход строго по пропускам на одного или группу. Для совсем мирных людей имеются и спокойные развлечения, рыбалка и горное дело. Причем эти занятия вполне важны. Любители ковыряться в камнях запросто... Ну ладно, не очень запросто. Могут найти флетоцветы и прочие полезные и необходимые для изготовления и улучшения предметов ресурсы. Рыбаки тоже вылавливают ценное и имеют возможность выиграть флетоцвету у торговцев рыбы. Короче, в пацифизме смысл есть. И наверняка многие уже задались вопросом, к чему это флето и зачем искать флетоцветы. Выясняю. Различными способами добываемое флето тратится, например, на создание особого оружия. А еще лучше на прокачку флето навыков. Последних всего семь и они еще делятся на две категории. Иньян и стихийные. Воздух, огонь, вода, земля, дерево. Ну и дают разные клевые бонусы, само собой. Инь, если конкретнее, повышает скорость восстановления маны, а ян здоровья. Воздух увеличивает темп атаки, огонь — силу, дерево — магическую силу. Земля добавляет плюсы к защите как физической, так и магической. Ну и вода ускоряет передвижение и дает дополнительные проценты к шансу нанесения критического урона. Выбирать оба навыка, инь или ян, плюс стихийный, надо аккуратно, ибо в итоге может получиться чародейка с бонусом на физический урон, что не очень здорово. А теперь самое главное — здешнее ПВП, которое наверняка многим придется по вкусу. Во-первых, мир Кароса довольно суров, поэтому однажды в нем становится тяжелее жить, ибо кругом промышляют плеер-киллеры. Одним из которых можете стать и вы, но тут есть свои нюансы. Не получится безнаказанно мочить всех подряд, потому что портится карма, что ведет куда более серьезным последствиям. У злостных убивцев при собственной смерти сильно повышается шанс выпадения из рюкзака вещей, или даже предмета экипировки. Карму, однако, можно очистить, убивая монстров, но сделать это не так уж и просто. Жизни персонажей куда ценнее, поэтому платить за них придется долго. Режим же ПК включается специальной кнопкой, так что можете не переживать, случайно никого не прихлопните. Если же душа просит чего-нибудь масштабного, то смело идите на войну за замки и шахты. Осады проходят раз в неделю, и в них, что касаемо замков, участвуют пять гильдий, владелец и четыре претендента. Впрочем, простой бесхозный лют туда тоже пускают поглазеть да посражаться за себя, но учтите, что одному в серьезных баталиях тяжко, так что лучше найти себе гильдию или хотя бы скооперироваться с кем-нибудь в отряд. И если ваши намерения тверды, то не стоит забывать о катапультах. Это стратегически важные орудия, которыми сравнительно легко проломить стену. Все это, разумеется, не просто так. Замок позволяет облагать налогами торговлю, поэтому финансовый поток в карман его хозяина напоминает золотой водопад. По схожему сценарию проходят и захваты шахт. Все это я вам рассказываю не внезапно и не просто так. Недавно Карос обновился местью Аргмара, пухлым апдейтом, который поднял потолок уровней до 95-го и пригнал к берегам Бракиона корабль Шуранака. Это три забитых злобными тварями полубы, которые посещат лучше в компании. В конце же, в личной каюте, героев ждет хвост Маршал Дин, за убийство которого можно получить ценнейшие награды. Так что дерзайте. Что до остального, то апдейт также расширил бестиарий, повысил уровень добычи в соответствии с уровнем игрока, а умение облагородил новой анимацией. Народу, судя по всему, добавка пришлась по нраву, потому что Никите Онлайн аж пришлось поднимать дополнительный сервер. И с учетом того, что обновления здесь регулярные, видимо, не последний. В общем, друзья, если вы ищете себе MMORPG, то рекомендую взглянуть на Акара сначала. Субтитры создавал DimaTorzok